Да, коллеги, поэтому вам нужно не только быть самыми быстрыми, помните, я не самыми умными, а еще и долбить в одну точку. Это вот про ваш вопрос по поводу того, надо ли, не нужно. Вот долбите в одну точку, и однажды они сломаются. И не тратьте на это сильно много времени. Ну, то есть столько времени, как дятел, тратить, наверное, не надо. Но он реально, представляете, клювом тонким и реально дупло выдалбливает. Ну, молодец, дятел. Но у нас другая работа. И есть другие инструментарии, есть CRM, есть WhatsApp, есть телефоны. Поэтому можно несколько иначе. Когда-то, когда у меня папа из Сибири, из Алтайского края. И когда-то его прадедушка, когда приехал в Сибирь, они жили в землянке, первую землю, просто в земле выкопали, ну, как солома, все такое вот. И с этого все начиналось, мне вот папа рассказывал. Ну, так вот, у нас у всех разные возможности, но в целом возможности одинаковые по поводу того, что мы всегда все можем звонить, все можем фиксировать, ставить напоминания, действовать. И все можем улыбаться и воспринимать продажи как игру. Как планирует свой день? Четыре вещи по этому поводу. То, что я делаю. Первое. Когда вы засыпаете накануне, желательно до восьми вечера, иначе потом голова будет грузиться и гудеть. До восьми вечера приблизительно спланирует свой день. Как я делаю? Я захожу в свой календарь, и в календарь на компьютеры, или в календарь в своем смартфоне, телефоне, и в календаре просто пишу какие-то фразы, переключаю что-то одно на другое, на третье, переключаю даты, записываю. Ну, как это в календаре двигается? Ух ты, приостановленная слабого сигнала. Все, я... Итак, первое. Я просто переключаю, переписываю информацию и вписываю необходимый контент в ячейки. А ячейки – это у меня даты. Календарь стандартный в вашем смартфоне. Изобретать ничего не нужно по этому поводу. И, исходя из этого, из вашего календаря вы сможете таким образом на следующий день что-то перепланировать. Я так делал и раньше. Раньше я использовал Outlook. До Outlook я использовал такой перекидной календарь. До перекидного календаря я использовал не знаю, листочки для записи. Это было лет, наверное, 20 назад. Сейчас уже долгие годы, это 10 или 15, я использую только календарь в телефоне или только календарь в Outlook. И выписываю, и передвигаю. Это первое. Второе, что нужно делать. Я это систематизирую с помощью или трейла, или туду листов. Это вот задачи, которые... Системные задачи. Например, у меня сын вчера занимался гимнастикой. В это время я сидел, смотрел на него, он занимался удаленно, по видео. И я помню, я открыл трейла, таблицу и системно прошелся. У меня есть раздел, называется дом. По строителям прошелся. Некоторым позвонил, некоторым написал. Потом есть стратегические задачи. По ним прошелся. То есть календарь для оперативной, для оперативной планировали туду листы и гугл таски для... и трейла для стратегии. Третье. У вас должны быть вещи, которые связаны с... с кайросами, так называемыми. Это такой тайм-менеджерский термин по поводу кайросов. А связан он в основном с темами, когда речь идет о нахождении в определенном месте. Но у меня, например, есть кайрос Москва, кайрос Адлер, кайрос Сочи, кайрос Нижний Новгород. Это города, в которых я бываю чаще всего. Я сейчас нахожусь в городе Сочи, вот в данный момент. И пишу это видео отсюда. Но вот кайрос, это значит, что когда ты будешь где-то находить... кайрос магазин, кайрос аптека. Когда ты будешь где-то находиться, ты должен не забыть сделать вот это. Но кайрос, дилерский автосервис, это вы уже самостоятельно выбираете тот, который вам ближе. И вот таким образом, тогда у вас будет выше вероятность, что вы не будете забивать голову повторными мыслями и будете успевать больше, когда где-то находитесь. Статистику хотел вам привести. Так вот, у человека в день появляется 60 тысяч мыслей. 60 тысяч мыслей. Из них две трети повторяющиеся. Я сам себя ловлю на мысли, на такой... Ой, слушайте, Олегу не написал. А, да, надо ли, ладно, попозже. Ой, слушайте, на улицу не вышел, не посмотрел. Надо попозже выйти. Вот, повторяющиеся мысли, это вещи, о которых ты думаешь снова и снова и снова, хотя ты на самом деле должен был бы их сделать раньше. У вас бывает такое? Бывает такое, что у вас мысли повторяются? Вы одно и то же, одно и то же думаете, вспоминаете. Так вот, чтобы этим не грузиться, для этого нужны кайросы, для этого нужны списки определенных дел, где-то синхронизируйте. Ну, а четвертое, заключительное, с точки зрения планирования, ты должен сам с собой договориться. То, что можно сделать за минуту, должен делать сразу. То, что можно сделать за две, скорее всего сразу. То, что можно сделать за три и более, лучше планировать. Ну, тут в зависимости от ситуации, в зависимости от срочности. Я не сильно применяю истории, связанные с, как называют этих ребят, матрицей из Нехаура. Вот эти вот вещи мне кажутся, ну, такие вот уже, заезжены немного. Однако, чисто стратегически, штука полезная, для того, чтобы понимать, что там срочно, что более срочно, что менее. И я спрошу про дома, да? В каком городе вы хотите? В каком городе хочу? Здравствуйте. Мы позвонили. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а у вас можно через вас дом построить, да? Да, конечно. Че-то нагрустит, да? Да, конечно. Такая, еще один. А, да. Деревянные дома строите, да? Да, деревянные строят. Прям хочется сказать. И че молчишь? Хочешь сказать? Ну, я звук обрал, правильно? Скажи, можно по-моему обращаться. Вот, молодец, хотя спросил. Меня Владимир зовут. Меня Владимир зовут, да. Владимир, я вас хочу сказать, на вашу консультиру заставайте, пожалуйста, линию. Такая, да? Слезу вытирает, да, она такая немножко? Мне кажется, с ней рядом начальник сидит и говорит, говори с ним красиво, правильно говори. Хорошо. Здравствуйте. День добрый. Скажите, пожалуйста, у вас... Чего-чего? Дмитрий меня зовут, да, слушаю вас. А, Дмитрий. Дом можно построить, да, через вас? Деревянный? Можно, конечно. Ага. А какие вот варианты у вас есть? Там вот по домостроению, вот из чего вы делаете? Так, Владимир, а вы откуда вы нас узнали? Где-то, может быть, смотрели наши работы? На сайте или еще где-то? Мне знакомая рассказала. На сайт не заходил еще. Знакомая рассказала. На сайт не заходил. Так, Владимир, а вы где находитесь? Это не бот, нет? Нет. Я, ну, во Владивостоке. Во Владивостоке. У нас на углу, на ГКН-90, есть выставочная площадка, на которой представлены наши все работы. Ну, в целом, кроме повторения, там, что он повторяет ли про себя, проговаривает, у него такая психологическая разгрузка. Говорит бодренько, да? Такой приятный менеджер. Мы сейчас возвращаемся к скрипту. Значит, что во время диалога делать, а что делать после? Сейчас нужно на углу, на выставочной площадке, здесь же у нас офис, и здесь я смогу ответить на все ваши вопросы. А вы там физически находитесь, да? Да, да. И физически здесь офис находится, и выставочная площадка, и образцы выставочные. У нас построенный дом из профилированного бруса, и также из мини-бруса здесь, и по каркасной технологии дома, и сэндвич-панели дома. То есть, все варианты. Все понял, ладно. Хорошо, я тогда подумаю. Вас, Владимир, дом из какого материала интересует? Молодец, видите? Смотрите, я подумаю, он продолжает. Правильно, хорошо. Но мне нужно, знаете, просто чтобы без разницы, какой материал, главное, чтобы снаружи было как дерево. Красиво. Я понял. Так, Владимир, мы с вами можем как-то договориться о встрече, чтобы я мог здесь вам показать все и доматься. Итак, продолжение было, переходит на договоренность. Ну, значит, давайте так, а вы мне можете просто сказать там по ценам, что у вас за квадрат или там, как это выглядит? По квадратуру. По ценам за квадрат это будет как-то, наверное, неправильно, потому что цена за квадрат она от разного дома, то есть от разной технологии, разная цена. А с обшивкой дерева в снаружи может быть и каркасной. Как думаете, если я второй раз скажу, что я подумаю, перезвоню, что он скажет, Елена? А что скажет, как думаете? Какие ставки? Зацепится все-таки, да? Все-таки продолжится, да? Да. Его задача, чтобы я приехал, его задача, значит, встречу. И он это хорошо понимает, что при встрече существенно выше вероятность продажи в вашей серии. Далеко не во всех сферах деятельности нужно продажи переводить личную, но во многих, которые касаются какой-то визуализации того, что можно увидеть, потрогать какой-то материал. Единственное, что он делает, слишком часто много говорит, да? А, понял. Скажите, хотя, а скиньте мне, может быть, там картинки в WhatsApp, можете отправить, как это выглядит? Картинки в WhatsApp чего? Домов, материала. Ну, есть, наверное, что-то стандартное у вас? Да, все есть, да. Есть. Ну, единственное, что в WhatsApp, наверное, будет неудобно. Молодец, он отрабатывает возражение, соглашается со всем. Все есть. Все, да. Единственное. И тут даже ссылочку попробую на сайт. Вам, то есть, приехать совсем никак не получается? Ну, сегодня вообще не получается. Я сегодня ночным поездом в Хабаровск уезжаю, но сейчас не успею точно. Ну, хорошо, не сейчас. В Хабаровск уже, наверное, ненадолго. Ненадолго? По приезду. На день всего. По приезду назад можем встретиться. На какое время в Хабаровск уезжаете? На два дня. Ну, вот, это совсем недолго. А потом Москва, Сочи, Белгород. Мы уже в субботу-воскресенье с нами встретимся. Субботу-воскресенье рабочий день у нас. Ну, ладно, давайте-то, если что, я подумаю, перезвоню, хорошо? Хорошо, Владимир, еще выбрался имениться. Да, не, вроде, нет. Спасибо за обращение. Будем ждать вас на площадке. Спасибо, все доброе. Расстроился немножко, да? Да. Молодец, хорошо работал. Да? Ну, это не самый... В конце он дал слабину, да? В конце он дал эмоциональную слабину. Помните, да, что он показал, что он расстроился немного? Да, спасибо, Ильд. И еще, что он в конце сдал не всем верно? Ну, и дальше, коллеги, вот про я подумаю. Здесь он красиво отработал. Продолжение было, договоренности были. Уводил меня на разные варианты, там, встреча или там, звонок, сообщение. Ну, вот, а теперь дальше он должен делать FNS. Вот сейчас. Алло, Алексей. Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Вот мы с вами не знакомы. Я по такому немножко рабочему вопросу вам в субботу звоню. Есть у вас буквально пару минут? Да, да, да. Да, ну, в общем, суть такая. Я сам работаю в сфере недвижимости. И вот мне просто сообщили, что у вас есть интерес к таким очень ликвидным доходным объектам. И я вот решил напрямую вас набрать, познакомиться и рассказать об одном, на проспекте Ленина, одном объекте или информацию с ним. Как думаете? Можем об этом поговорить буквально две минуты? Ну, то есть вы предлагаете объект какого-то? Да, да, точно, да. С окупаемостью пять лет. Это небольшой объект на проспекте Ленина. Там 40 метров квадратных. Буквально там он стоит чуть меньше 5 миллионов. Ну, у меня есть разные варианты. А вот как агенты. Вы работаете по городу Коврову или? Да, да, по Коврову, да. Просто у меня номер не местный. А так по Коврову, да, конечно. А где находится объект? Ну, проспекте Ленина знаете, да, 25-й дом? Да, да, да. Там нечетные. Вот там есть помещение. Это коммерческая, да? Это коммерческая недвижимость? Ну, ну, ну. И вот ее очень хорошо можно поддачу. Я не искусаю, что можно будет там годик подождать, перепродать. Но поддачу как-то эффективнее. Ну, площадь 40 квадратных. Да, 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 40 метров квадратных. Это Евротел. Да, 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 вот вы рядышком практически, да, там где-то метров три. То есть цена какая будет? Плюс-минус? Ну, вот сейчас плюс-минус это 5 миллионов, а детали еще собственника можно пообсуждать. Ну, то есть у вас какая-то фирма недвижимости, ну, как на вам называют? Ну, я как частное лицо работаю. Вот как такой частный специалист. Я вот, чтобы избежать комиссии агентств, вот напрямую работаю. Ну, я буду. А еще какие-то есть объекты, ну, вот, ликвидные, более-менее. Ну, подберем. Давайте, скажите, у вас WhatsApp на этом номере? Нет, у меня нет, на этом номере нет. Viber или Telegram? Позвольте, продиктуйте, я запишу, я проскину пару, пару, пару идей. А вы уже скажете? Ну, номер, скажи. Пишу, пишу. Или Viber. Да, да, да. В WhatsApp. Да, или Viber и WhatsApp. Все, хорошо, договорить. Я тогда посмотрю варианты, вам отправлю, и потом уже будем на связи с вами. Ладно, еще позвоните тогда, я посмотрю и я позвоню. Ладно, или я, или моя коллега вас пыль наберет. Договорить? Хорошо. Спасибо, хорошего дня. Все, доброе. Приятный мужчина какой, а? Слушайте, я бы сам такое здание купил, а? До 5 минут 20 процентов годовых, вроде интересный случай. Вы потом подойдите, ладно? Да, да, да. Поняли, какая задача была, проверить, будет он с другими агентами работать? Да, он говорит, что он вообще... Ни с кем не работает, то есть с агентами не работает. Ему либо напрямую покупать, либо, ну вот, например, с одним из наших агентов. Он как бы с кем-то одним вот работает, но якобы, что ни с кем не готов вообще. Якуба на ютубе, Якуба на ютубе. Когда мы звоним, исходя, что секретарь берет трубку, наша цель. От секретаря не к человеку перейти, вот там дальше, а у секретаря узнать несколько имен людей и потом дальше переходить. Вот к этой цели мы двигаемся и этого мы должны добиться. Поэтому ведем переговоры с секретарем или мы переключаемся на бухгалтерию, что мы сегодня сделали, или отдел кадров, еще они тоже болтливые ребята, или какие-то простые специалисты, коллеги. С разными подразделениями мы ведем переговоры, вытаскивая информацию. Наша задача узнать маркетолога, правильно? Человек, который занимается типографией. Когда-то Анна Юрьевна была, да? Это небольшая подсказка, которая может быть полезна, если что. Коллеги, КДП означает, что... Ольга, добрый день. Ольга, добрый день. А посажите, пожалуйста, вот у вас девушка есть, которая маркетингом занимается, ну маркетолог она, по печатной продукции, по всему. Как ее зовут? Соренитуйте, пожалуйста. Еще раз, какая девушка... Маркетолог там она у вас. Она товародит у нас, если замал. Да это я знаю, я просто в магазин позвонил, я знаю. Там вот в центральном офисе мне как-то дозвониться? Я не знаю, у вас центральный должен быть вот этот вот, там. А там как добавочными переключить? Там, не знаю, там девушки, поэтому вас переключат в концерт. Я вас не переключу, это магазин. А, понял, понял. А скажите, ну у вас там по маркетингу главная, вот женщина по продажам, есть же такая, да? Ну есть, наверное, это же в офис нам надо звонить. А как ее зовут? Да понятия не имею, их там, знаете, сколько много. Да вообще кошмар, я сам запутался, поэтому уже решил магазин набрать. Ну вот именно. Там, знаете, звонишь, ждешь такое, вот замучился совсем. А у вас как вот зовут женщина, которая главный у вас директор магазина? Елена Александровна. А, нет, нет, не она, конечно. Понял, ясно. Ладно, а Елена Александровна на месте сейчас? Вы меня извините, у меня покупатель. А можно Елену Александровну переключить? Она может и не знает. Галя, вы видите, люди с первого раза сразу не понимают, кто такой. Сразу отвечают, отвечают, как истерина Геннадьевна. Сначала сдали, а потом стали думать. А, Елена Александровна? Нет, нет. Елена Александровна, здравствуйте. Прошу прощения, на вас переключился. Я-то немножко запутался. Вот у меня коллега ваша переключила. Мне вот девушка у вас нужна в центральном офисе, она вот маркетолог. Ну там всякими печатными продукциями заведут, вот такое вот. Не помню ее имя, можете меня сориентировать, может вы знаете. А, маркетолог, маркетолог. 8-800 там замученным ждать долго, но мне давали добавочные, я потерял. Ну не под рукой, точнее. А я не могу просто совсем понять, что какая должность и как ее зовут. Сейчас буду искать маркетолог. Гляньте, пожалуйста, да, да. Но она занимается, знаете, заказом печатной продукции, там всякими там рекламами, ну вот такое вот. Ага, сейчас я скажу. Секунду буду имена называть, а вы скажете. Ну давайте глядем. Так, есть Юлия, есть Елена, есть Анна. Нет. Но это у нас отдел маркетинга и рекламы. А там еще какая-то главная, а кто у них главный из них? А есть Валерий. А, Валерий может быть, да. А Валерий как должен звучать? Жилин Валерий Александрович, это руководитель службы маркетинга и рекламы. А, вот тот я помню, да, да, да. А вы откуда звоните? Да мы тоже разговаривали там с моими коллегами там по совместным проектам по типографии, у нас запросы были. А скажите, а вот Елена, у нее как должность? Есть менеджер по наружной рекламе Елена, а есть менеджер аналитик Елена. Так, нет, не то. А еще какие должности есть, которые по типографии именно, по печатной какой-то? Ну, менеджер по СМИ Юлия. Вот это, наверное, ближе. А еще какая должность? Все, менеджер отдела рекламы просто, но это уже Максим. Ой, может быть, Максим. А как с Максимом связаться у него какой-то добавочный там или телефон? У него нету, звоните на офис, получается. А давайте я фамилию запишу, а то вдруг не получится переключиться. У Максима как фамилию? А вы представьтесь, пожалуйста, кто вы, вы всю информацию... Поздно уже мне уже достаточно. Все. Вы кто? Да, да. Ну, Владимир меня зовут. Еще раз. Владимир Якуба. У нас там 4 направления деятельности по продукции. Мы просто такие вот уникальные вещи делаем, а нас по этому поводу запрашивали. А мы тут, то ли не сорвался разговор. Давайте вы обратитесь непосредственно в город Владивосток. Хорошо. Это русская адвокат, либо к нам. Давайте. Владивосток, Луговая, 22. Хорошо. Ну, я или так, или так сделаю, или, Александр, там уже продолжим. Договорились. Хорошо, спасибо. Спасибо, хорошего дня. Она меня еще поблагодарила. Поаплодируйте, милая Елена Александровна. Вот так вот примерно делается. Итого у нас структура 5 человек. Я не стал пользоваться вашими данными. Заметьте, да? То, что там я знал там Анну Юрьевну. Я знал, вы знали Анну Юрьевну, а я знаю теперь пятерых. Ой, ребенок сломает кнопки. Вот я поехал вверх. Видно, что уехал, да? Все? Сейчас мы проверяем отделы продать. Давайте посмотрим в две организации. Или в три организации. Вот сейчас мне написали ЖД запчасти. Какие там запчасти? О каких запчастях идет речь? Напишите, пожалуйста, в чат. Какие запчасти нужно спрашивать? Какие запчасти? ЖД запчасти. Слушай, я же не сооружу даже, какие спросить надо. И, кстати говоря, знаете, что есть хорошо? Хорошо то, что мелодия нестандартная. Знаете, вот это вот? Не вот это. Не вот это вот. А какая-то такая подинамичнее. Алло? Запоминается, да? Да, Казбек. Вот, пошла другая. Хочешь, чтобы нацевать даже, да? Но единственное... Добрый день. Скажите, пожалуйста, добрый день. У вас колесные пары есть? Есть. Ага, а под чем они? Нужны? Что, стой еще раз? А какие вам нужны? Ну мне, ну как, ну стандартные колесные пары там для вагонов. Ну я поняла, что для вагонов. Ну и боковые рамы надо. И боковые рамы. А года какие нужны? Отремонтированные, не отремонтированные? Колесные пары, такая толщина оба там. Отремонтированные или не отремонтированные? Ну мне нужны не отремонтированные, конечно же, лучше. Есть такие, я думаю, у вас? Угу. А где нужны-то вам? Где? Ну тут территориально, можем в Москве забирать. Так, мне по логистике это мы решим. Мне главное понять по цене. А толщина обода-то какая вас интересует? Ну там стандартная, я не помню, сколько там идет. Ну как стандартная? Для каждого по-разному, там нет стандартов. А какие там, какие варианты у вас есть? Из не отремонтированных 70 мм плюс. 70 мм, да, не отремонтированных? А еще есть варианты? Ну 70 мм это классический. Не отремонтированных, нет. Не отремонтированных, ага, 70 мм. И почем будет пара? 180 тысяч с НДС. С НДС, да? Угу. Но мне от 50 мм вообще надо. Можно подешевле? 180 это конечная цена. Ну, как вариант, у нас их 13 штук, они на Челябинске. Если решите брать, там уже можно будет поговорить. На Челябинске, да? Угу. Ну, по логистике вы именно... Доплаты же не нужно, чтобы в Москве забрать, да? Что значит, чтобы в Москве забрать? Они у нас находятся в Челябинске. Это цена с места. Если вы хотите, мы можем вам их привезти за отдельную стоимость, либо вы будете забирать их своей машиной. Угу. Угу. Все понял. Ясно. Ладно. Хорошо. Ой. Хорошо. Подумаю тогда. Все? Ребята. Как? 180 тысяч пара стоит. Я подумаю, и она просто... Вот так, знаете, я произвел вот так вот. Примерно так же, как Казбек я сделал, когда мы с тобой разговаривали. Я просто взял крестик, нажал. И завис, да. Коллеги, так вот, 180 тысяч стоит... Ну, я не знаю, я не сильно, конечно, в ЖД-запчастах разбираюсь. А они монополисты, скорее всего. Ну, знаете, такая вот штука. Особое измерение в этом... Опа. Сейчас я... В этом направлении. Однако, ну, все-таки, она как-то по-другому должна, наверное, с клиентом разговаривать, если бы ее этому научили. Но, учитывая, что ее этому не научили, диалог у нее идет по-своему. Коллеги, а что она должна сказать? Вот, давайте еще позвоним. Пишите, пожалуйста. Ну, коллеги, даже если они монополисты, вот даже если мы... Казбек, согласитесь, если ты монополист, ну, чего ты, если ты озвучиваешь цену, тебе неужели продать не хочется? Неужели руководство тебе такой задачи продать не ставит? В этом я удивляю. Согласен, Казбек? Да, 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 конечно, конечно. То есть, 108 тысяч, наверное, она получает свои, не знаю, 500 рублей с этой продажи колесной пары. Ну, я иду бонусом, как ладно, может быть, 1000 рублей, но какую-то сумму она явно получает. И, значит, нужно разговор завершать как-то по-другому. Вот как? Давайте разбираться. Еще пишите номера телефона, давайте еще второй звонок сделаем. Так, давайте что-нибудь с нуля, или как, и тут не пишут. Так, где-то там номера телефонов были. Давайте что-нибудь бытовое. Бытовое. А вот, я вот сейчас за столом сижу. Кстати говоря, у меня стол такой интересный. Я кнопки нажимаю, у меня вверх он едет, видите, да? Вот я поехал вверх. Видно, что уехал, да? Кнопку нажимаю, он вниз поехал. Вот такой стол у меня. Вот такая его штука. Он двигается, да? Да, двигается. Вот сейчас 86 сантиметров, 87 сантиметров. Я сейчас покажу. Казбек твоим подписчикам. Да, вот так вот штука, кнопки мне нажимаются. Вот так вот он едет. Вот. Едет примерно, приезжает. Вот так вот, да. Давайте я сейчас в интернете найду эту фирму. Эргостол. Эргостол. Энтер. Эргостол, регулируемый по высоте. Телефон какой-нибудь, эргостол. А, эргостол, вижу. 8800. Вот, еще один 8800 звоним. Еще один 8800. Ладно, посмотрим. В бытовых вопросах, если не ЖД пары, как с нами будут разговаривать? Бытовые ситуации. 118-44-88. Вот городской номер телефона. Городской номер телефона. Сейчас вот набираю. Да, да, коллеги, еще напишите номер телефона. Добрый день. Спасибо за звонок в компанию Эргостол. Если вы знаете добавочный номер абонента, наберите его в тонном режиме. Ну, тоже парень. Или оставайтесь на линии. Наш оператор ответит вам в ближайшую минуту. А вот так меня слышно? Вот так вот стало слышно? Алло, добрый день. Это эргостол я попал, да? Да, все верно. Ага, скажите, пожалуйста. А столы у вас продаются? Вот такие, которые подъемные механизмы. Так поднимается, вверх-вниз. Да, с электроподъема продаются. А какой вас интересует? Меня стол интересует? Ну, я не знаю. Ну, это у меня есть. Такой, это слышал. Белый такой стол. Он вверх-вниз ездит. Кнопки там. Простите, как вас зовут? Как вам можно обращаться? Владимир меня зовут. Владимир. Владимир, мне сейчас приятно. Владимир, смотрите, давайте с вами определимся, для каких вообще потребностей вам нужен стол. То есть, какая нагрузка на него будет сверху? То есть, что у вас будет системы блок-мониторы, может быть, несколько? Ну, мне нужно ноутбук сюда ставить. И тут камеры всякие разные ставлю. Свет устанавливаю. Он такой вот он. Не сильно тяжелый, но все-таки. Итак, коллеги, он пока не узнал моего имени, но он утаскивает потребности для того, чтобы мне какую-то суть предложить. Я могу вам три варианта остановки предложить. У вас есть возможность сейчас зайти к нам на сайт? На сайт? Ну да, я за компьютером. Так вот, учитывая, что сейчас сложно что-то визуализировать. Смотрите, первый вариант. Это стол вида, код товара. Введите стол. Стол 8750. Сейчас, сейчас, сейчас. А какой сайт, скажите? Это куда вы зайти надо? Эргостол.ру Эргостол.ру Да, зашел, да. И что нужно сделать? Все, коллеги, он ведущий, я ведомый. Введите код товара. Он говорит мне, что нужно делать. И это правильно. 137-150, да? 187-150. 187-150. Ага, зашел. А это какой стол? А, вида? Это стол, он называется вида-бейс, да. У него получается грузоподъемность до 80 кг. Столешницу можно ставить примерно до метра 60 кг. Ну, то есть, по длине. Если вам подходит, можете рассмотреть такой вариант. Ага. И есть еще аналогичный вариант, он чуть получше, как бы, ну, по характеристикам. Это стол оптима. Код товара тоже можете открыть. 81-801. 81-801, да? 800-150. Ага. Давайте ему какое-нибудь возражение скажем, коллеги. Скажите, какое возражение. У того грузоподъемность 80 кг. Имя он узнал, да? До метра 60. Нет, он говорит, что нужно делать. Давайте какие-нибудь вопросы ему позадаем. Колешницу ставить от метра 20, где-то, ну, рекомендуемое до метра 60, метра 80. А скажите, а у меня ребенок может, вот, у меня ребенок может сидеть за таким столом? Вот он, который ездит вверх-вниз. Ну, то есть, смотрите, если ребенок, да. А какой возраст ребенка, какой рост? 5 лет, ну, рост, я не помню, чуть больше метра, ну, сколько он 5 лет, я не помню, наверное, он 128 сантиметров, мне кажется. Я вас понял. Ну, смотрите, у этого стола минимальная, минимальная, получается, высота. Это вы говорите сейчас Ergo Stool Optima, да? Да, да, да. Ага. 81, это 51. Ага, ага. Понял. Сейчас, секундочку. Казбек, я сейчас договорю, я включу другого телефона. Можете посмотреть, у него минимальная высота 62 сантиметра. 62 сантиметра, да? А, 62 сантиметра. Слушайте, ну, мне такое, наверное, не подойдет. Для ребенка 5 лет, в принципе, он будет немного великоватый. У нас просто были модели... Давайте так, тут написали, дорого, и я подумаю. Ой, ребенок сломает кнопки, хорошо. Нет, но их сейчас, к сожалению, нет в наличии. А, нет в наличии? Ну, ладно. Вы видно, да. А вам именно для ребенка нужно, или вы будете работать, ну, как и... И всей семьей, так сказать, ребенок, или вы... Коллеги, я уже, на самом деле, собрался, завершать разговор, или говорить, дорого, а он меня сбивает с мысли. Он говорит, для ребенка надо, или еще? Но мне нет, мне все-таки для взрослого нужно. То есть, что правильно. Если вы чувствуете, что у клиента сейчас появятся свои мысли и возражения, задайте им вопрос, вы до него сбиваете с мыслей, и повышается вероятность, что он ответит на ваш вопрос более правильно. Вы можете подобрать столешню. Вот наши четыре базовые цвета. Ага. Белые, акации, букс Бавария. То есть, вы говорили, белые, да, вам нужен? Да, да. Скажите, а вот если дети будут кататься, он выдержит? А то, знаете, у меня, знаете, у меня ребенок, он как кнопки увидит, он сразу будет как раз нажимать вверх-вниз. Да, я вас понял. Смотрите, ну, вообще, если... То есть, как бы нежелательно на нем кататься, на столе. То есть, ну, если ребенок, получается... Смотрите, это как получается, у него 80 килограмм грузоподъемных... Ага. На столе это в среднем где-то 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 15 килограмм. То есть, если ребенок маленький, как бы, залезет, допустим, в зазор погрузоподъемности остается, получается, 65 килограмм. Ага. Если ребенок до 65 килограмм залезет, думаю, ничего с столом не случится. Ну, понятное дело, если выше, там, либо взрослый, то, конечно, стол может поломаться. То есть, вообще, как бы, нежелательно. Ага. А скажите, а сколько он стоит? Вот стол, я смотрю, Эргостол, Оптима у вас, в этот, который написано 38500, да? 38500 стоит стол обычный? Ну, ладно, подъемником. Ну, он, да, с электроподъемом. Честно говоря, я думал дороже. Смотрите, у нас... Но все равно буду спорить. Все равно буду говорить дорого. То есть, например, столешница по длине метра 20 до метра 60, это входит в базовую цену. Стандартная глубина столешницы, ну, например, те, что из наличия у нас, это в 80. То есть, 120, 160. Все, в общем, сейчас он говорит уже, расскажет про товар. Все, его перебиваю, и я говорю, например, я подумаю. Давайте так вот. Ну, это фраза, я подумаю, она часто сбивает менеджеров продажам. Они после этого начинают говорить, ладно, звоните, помните? Я сказал сегодня, по колесным парам я подумаю. Что мне сказали? Трубку положили, идите лесом сказали. Ладно, парень поговорил. Продукт он свой знает на пятерку. И теперь я его прерываю и говорю. Скажите, пожалуйста, вас как зовут? Вас как зовут? Меня зовут Павел. Ага, Павел. Ну, давайте так, я тогда подумаю и, если что, перезвоню. Хорошо? Я вас понял. Давайте, когда... А вы примерно планируете, когда оформлять заказ? То есть, ну, либо же предварительную покупку... Витя задает нормальный вопрос. Я говорю, я сливаюсь, а он... Ну, когда? Ну, вот... Ну, не знаю, как подойдет, надо еще денег скопить 38500. Я вас понял. Это еще... Жарплата сейчас плохо платит, знаете. Не так просто. Я вас понял. Да, смотрите, я вам могу как предварительно отправить несколько вариантов столов. Ну, то есть, например... Слушай, он вообще не прекращает. Робот какой-то, да? Да. Он просто не останавливается. То есть, мы будем вам на WhatsApp, на почту направить, если вам будет удобно. Ну, давайте скиньте мне несколько вариантов столов тогда. Вот это вот Optima. Ну, и знаете, на котором... Самый низкий сделайте мне, чтобы у меня ребенок, если что, мог за ним заниматься. Хорошо? Чтобы самый низкий был. Да, хорошо. Ладно. Ладно, хорошо. У меня к этому номеру тогда привязано, если что. Да, хорошо. Тогда давайте я вам отправлю, буквально в течение 15 минут. И тогда давайте завтра с вами созвонимся уже по решению. Ну, хорошо. Хорошо, ладно. Давайте я сам вам позвоню. Да, хорошо. Договорились. Ага. Тогда пишите и потом созвонимся. Все хорошо, Владимир, до свидания. До свидания, всего доброго. Слушайте, он еще и мое имя реально запомнил. Вы слышали, он сказал Владимир, до свидания, а не просто до свидания или просто... Нажмите клавишу от одного до свидания, где единица, это неудовлетворительно, а пять отлично. Довольны ли мы эргостолом? Эргостолом или эргостолом оптимой? Давайте пятерку поставим, парни. Пять. А сейчас что будет? Спасибо за вашу оценку. Все. Нормально. Ждем звонка или сообщения от нашего... От нашего... Как его... Как зовут молодого человека? Как его зовут, кстати говоря? Он мне сказал имя или не сказал? А пока, коллеги, вопросы и комментарии по Дмитрию. Кстати, теперь по Дмитрию, по эргостолу. Что... Давайте... Все-таки я его покритикую немного, потому что некоторые вещи он не доработал. Сейчас давайте думать, что... Что-то прям даже тяжело сказать. В конце... Вот, только один пункт. Он в конце... Когда я сказал, я сам перезвоню, ему хорошо было бы сказать фразу. Сказать фразу... Это... Хорошо, Владимир. Я тогда буду ждать вашего звонка? Ну, или же наберу ваш номер после... Или там... Или же наберу ваш номер, например, завтра. Хорошо, Владимир, я буду ждать вашего звонка или наберу ваш номер завтра. Вот этот фразу запишите, зафиксируйте для себя, когда клиент там говорит, мол, я подумаю. А все остальное... Слушайте, вот еще хочется как-то... Как вы сказали, Дмитрий его зовут, да? Вот я имя не запомнил. А все остальное как-то у него, знаете, было хорошо. Я бы сказал, лаконично. Молодец парень, правда? Стол с этого инстаграма... Стол с этого инстаграма... Да, стол с этого... Вот стол, который на мне сейчас... По поводу стола я звонил сейчас, который сейчас здесь и находил. А, Павел его зовут? Да, спасибо, что сказали. Его зовут Павел, да, это у меня выглядело из головы. Павел, хорошо ли он продает столы? Ну, мне кажется, он продает столы лучше. Хочется ли мне... Вот подумайте, покупать этот эргостол? Или хочется ли мне купить колесные пары? Давайте так, по-простому. Если мне нужен стол, или если мне нужны колесные пары, то я, конечно же, их куплю. Ну, и то, и другое. Мне без разницы, какой продавец. Если мне надо. А если мне не надо... Да, правильно? Если мне не сильно надо... Вот кто-то вот такой, типа, знакомый сказал, какой-то стол есть. Там, что-то вверх-вниз он едет. Но мне правда, мне для мероприятий нужно. Я вот правда, вот сейчас вот так стою, видите? Вот стою, у меня стол поехал. Но мне это нужно для работы. Я его специально купил. Мне не там рекламные акции, там еще что-то такое. Другой разговор. Но если мне вот эти колесные пары, я... Конкуренция бы у них, если у них есть какая-то, то тогда я позвоню еще другим. И если мне там девушка в другом месте понравится больше, я у нее возьму. То же самое, что касается... То же самое, что касается вот эргостола. Если мне... Если есть конкуренция, я буду звонить другим. Если мне не сильно надо, то я не сильно-то и буду настаивать с ними работать. Вот на этой вещи я хотел остановиться. И еще раз поблагодарить этих ребят за то, что они делают хорошие вещи. Не знаю, где их производят. Может в России, может за рубежом. Наверное, какие-то импортные вещи. Я сейчас по поводу столов. Так вот, ребят, да, кстати, смотрите. О, мне пришло сообщение. 9, 2, 6. Ага. Вот пишет. Смотрите, вот пишет. Пишет, сейчас зачитываю. Добрый день, это Павел. Вот, смотрите, пожалуйста, да. Вот пишет некий Павел. Вот так сейчас на камеру вот так вот повернул. Смотрите, что он пишет. Добрый день, это Павел, компания «Эргостол». Продолжение телефона разговора. Отправляю вам ссылки на варианты столов. Солвида Бэйс, опоры в наличии. Вторую ссылку. Также есть модель из наличия «Терра-Эр». Суличное количество до 120 кг. Высота 62-127 см. Вот типа вот этого моего стола. Вот такие вот интересные вещи. В общем, если что, Павел молодец. Написано «Эргостол». Вот таких вот, ребят. К таким ребятам я сегодня обратился по столам. Чувствую, второй столик у меня от них появится. В общем, когда мне говорят «дорого», я понимаю, это просто стандартная отмазка. И вообще про цену говорить не надо. Потому что причины, как вы говорите, другие. Они действительно другие. Мне клиент говорит «Вы знаете, Владимир, это дорого». Я говорю «Поэтому мы не будем ходить». Я обычно говорю, например, Кристина, скажите «дорого». И не будете ходить, да? Нет, мы ходим. Например, и не будете ходить. Я говорю, давайте, скажите. Дорого? Дорого мы не будем ходить. А, понял. Ну что ж, хорошо. Тогда сначала нужно прямо самортизировать. Ну что ж, хорошо, понял. Ну тогда будем рады вас видеть в следующем году, если у вас будет хорошее настроение и желание. Хорошо? Да, ну уже как получится. Поверьте, я вас провожу. А какое ощущение у клиента сейчас? Что его, во-первых, никто не уговаривает. И приятно от этого? Да. Да, вполне. Ну что ж, это ваше решение. Давайте я вас провожу. Ну не надо сразу к выходу довести. Ну давайте. Мы стоя, например, разговариваем. Да, ну что ж, тогда в следующем году или в 21-м. Вот так, как я говорю. Да, кстати. И сейчас начинается отработка. Да, кстати, скажите, а у вас малышу сейчас уже 6,5, по-моему, да? 6. А, 6 лет еще, да-да-да. Скажите, а у него, вот я просто заметил, когда мы с ним ребус решали, и пошли дальше разговаривать. Ну и уводим на что-то, где-то похвалить. Ну знаете, у него так ребус вот этот получился. Просто вы еще раз обратите внимание, как он. Ну и дальше пошли про детализацию. А здесь вы сначала, говорят, да-да-да, это уж как вы скажете, да-да-да, и потом снова уходите вот в это. То есть вы сначала самортизировали, а потом типа или да, кстати, или говорит, совсем забыл, или говорит, ну и еще я хотел уточнить, позвольте вот вопрос. И уходим в детализацию про ее жизнь. Не про мне надо вам продать. Кстати, у нас есть акция, кстати, у нас вот это, не про мое, а про ребенка, про ее потребности. Если мы туда копнем, тогда вот здесь вот что-то зацепит. Вот примерно как отрабатывать в этих случаях. Не спорьте с клиентами, даже в вашем воображении. Прям сказал, самортизировали, поболтали, так потрещали, я бы сказал. Хорошие друг другу симпатия. Говорит, ну ладно, ну все, хорошего дня, еще с наступающим. В этом году тоже точно, наверное, сейчас суета, праздники. Давайте так, я на всякий случай ближе к январю отправлю вам в WhatsApp расписание наше, хорошо? Посмотрите. Ну и там уже, если что-то за ним, все ладно? Числа 11 в январе, ладно? Все, давайте, хорошо. И все? Я уже дать как-то классно. Понятно, то есть... Что-что? Я тут по телефону звонок. То же самое, в WhatsApp отправить. На этом номере WhatsApp, да? Хорошо. Я это отправлю. И знаете, даже согласен, тем более сейчас новогодняя суета, какое сейчас... Я с вами согласен на 100%. Надо после январки. Кстати, у нас с 4-го часа занятие уже начинается. Давайте я, может быть, когда-то в январский скину. А то, знаете, бывает так, у нас мама приходит, голова кругом уже 3-го января, и пойдет, куда бы ребенка отдать хоть на полтора часа. А у нас бывает занятие до 3-х. Да, да. Ну и там Дед Мороз еще дарит у нас и подарки малышам в январский. Но это если вы в январский праздник приходите. Ладно, давайте, созвоним, спишем 4-го января, хорошо? Она скажет, хорошо, хорошо. И потом у нее все уже как раз 3-го, 2-го января она вспомнит, где эта девушка номер не сохранила. Но мне номер не сохранил, ее в WhatsApp уже написали. Она, здравствуй, идем. Всего 500 рублей, можно 50. Желательно, надо брать его на 3 дня. Со всеми клиентами надо работать, у которых есть дети. И у которых будут дети. И у которых дети уже подросли, потому что у них есть дети. Получается, работаем со всеми. Кроме наркоманов. Мало ли что, как говорится. Да, да. В общем, получается 92% населения. Ну и... Да как, совсем. Я вообще, знаете, надо фильтровать, некоторые говорят. Мне кажется, фильтровать нужно минимально. Фильтрация только должна быть такая, что... Ну прямо горячий клиент, там клиент категория А. Клиент, который не то, не сё, клиент категория Б. И вату катает. Мы так называем, клиент С. Всё, А, Б, С такое. И со всеми нужно работать. Примерно со всеми одинаково. Разница только в том, что С меньше дергаем, Б чаще. А что дергать? Он уже всё, уже подогрет, он уже только платит. Так поддерживают отношения с ним. Вот примерно так. Скидка – это козырь в кармане. Держите его до последнего. Я категорически не согласен с теми, кто считает, что скидок давать вообще не надо. Но, знаете, вот есть мнение, некоторые тренера любят говорить о том, что скидка – это ущемление своей зарплаты, скидка – это что, не достоин своего продукта. Есть также некоторые тренеры, которые у них вот одна цена и скидок никаких не дают. Такая цена, скидки не дают. Мне кажется, это, мягко говоря, не гибко, потому что люди в основном хотят скидки. Почему? Психологически они хотят скидки. Сижу я три дня назад в ресторане на Роза Хутор, там наверху, второй этаж, красивое место, прям ресторан-ресторан, прям все такие красивые пришли, а мы тут пришли как эти, ну, слышно, катались, какие-то такие вот с друзьями. И, значит, сидим, и там ходит парень, фотографирует нас. Пофотографировал, и потом приносит от четвертого формата красивые фотографии. Первые, например, 10 или 15 штук. Дает нам, и у меня друзья захотели, там, семейная пара, я с сыном, захотели купить. Каждый стоит 850 рублей. Они выбрали 4 штуки и хотят купить. Я говорю, Саша, подожди. Подходит молодой человек и говорит, ну, что вы берете? Она говорит, ну, вот мы эти 4 выбрали. И я говорю, Саша, то есть мы выбрали, но хотим взять одну. Но если по 4 у нас будет какая-нибудь скидка, то мы будем рады. Он говорит, знаете, у нас обычно так, если 4 вы покупаете, 5 в подарок. Я говорю, давайте так, мы 3 покупаем и 6 в подарок. Или берем одну. Мы почти одну хотим. Он говорит, я пошел сейчас уточню. И Саша так говорит, Вов, ну что, я говорю, Саш, дай мне удовольствие получить. У него хватает денег, и у меня хватает, но это вопрос переговоров. Я хочу получить удовольствие от переговоров. Ну, мы все, сколько стоит эта фотография? Себестоимость. Ну, большой формат, наверное, рублей 8. Да, ну, 10. Ну, плюс фотографии, аренда еще какая-то 30, там, 50. Ну, не 850, мы это понимаем, да. Но он вовремя, прекрасно фотографии, займутся на это платить, все нормально. Поэтому тут без обид, он из трех фотографий тоже хорошо зарабатывает. Потому что мне кажется, действительно, большинство берут одну, ну, или две. Ну, мы решили взять четыре, ну, просто четыре понравились. Ну, и, значит, и в результате он подошел, все, 3 отдал, 4 в подарок, все, как договорились. 850 рублей мы выиграли. Тем более не я, а он, другу. И я получил удовольствие. Так вот, коллеги, торгуйтесь всегда, когда есть возможность. Зачем? Удовольствие получить удовольствие. Для того, чтобы отрабатывать навык переговоров, ну, и частично получать удовольствие. И вообще смотреть на людей. Якуба на ютубе. Якуба на ютубе. И, значит, ну, а теперь в жизни, теперь столкнулись со стрессом. Три типа. Минус, негатив, ноль, нам все равно, или позитив. Коллеги, мы должны вот этот тип реакции вообще убрать. У нас должно быть или ноль, или позитив. Знаете, как меланхо. Нам практически все равно, или нам классно. Мысль, вот что-то, клиент говорит, отстаньте от нас. Спасибо, нам неинтересно. У вас какая реакция? За. Мысль в голове. А за, точно. Так. Чувство-то какое вы испытываете? Очень интересное. Так, нормально, приливы энергии. И тогда ситуация или слово, которое вы произносите, следующее будет другим. А теперь неправильно. Клиент говорит, знаете, Марина, извините, вы меня уже достали своими звонками. У вас мысль какая в голове? Мысль в голове. Вот грубия, да? Такая вот мысль. И такое раздражение внутри такое. И вы с этим раздражением слова не те говорите. Ситуация не та. Как вам погода? Вам не нужно. Вы говорите, как вам погода? Где? В Адлере. Почему? Просто у меня знакомый оттуда вчера прилетел в легкой курточке. Слушай, а как это относится? Напрямую. Расскажать как? Ходите прилично стоить. Завтра у нас после 4. Как? Правильно, да? И вот все. Мысли, чувства, ситуация. Так вот, знаете, я общался с одной женщиной. Я вот в Питере проводил. Питерская школа психиатрии считается очень сильной. Она заведующая психиатрическим отделением, вот самой большой у них клиники, государственной. И мы с ней обедаем, кушаем. Женщина такая уже в возрасте, очень такая мудрая. Не знаю, лет 30 с чем-то у нее практики. Кушаем вот так вот за обедом. Она такая, и говорит она у меня фразу. Я у нее спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста. Нина Николаевна, говорю, скажите, а вот что людям помогает? Вот если у человека какая-то особая ситуация, вот все плохо, депрессия там, говорит, что человеку должно помочь? Она такая кушает, говорит, вы знаете, Владимир, я за долгие годы поняла, что людям помогают далеко не таблетки. Я такой, а что, что? Она такая кушает, пережевывает, говорит, не знаю. Представляете, я такая, ну понимаете, человеку опыт колоссальный, она профессор, вот должен здесь, доцент и еще профессор. И дальше перечисляет, просто не знаю, говорит, вы знаете, кому-то, Владимир, кому-то интересная работа, кому-то семья, кому-то любовь близкого человека, кому-то дети, кому-то религия, кому-то... И стала перечислять много-много, вот больше перечислила на много. И прям, я ее даже остановил, и она говорит, вот у каждого разное. Вот, говорит, если вы найдете то, что к нему относится, и он станет этим заниматься, то, говорит, то я видела в жизни чудеса. Ну и рассказал мне пару примеров, когда там человек 5-10 лет чего-то у него не получалось, лечился уже, чуть ли не в психушку отправляли, а оказалось, ему нужно было только выбрать там нужную сферу жизни, я не помню, она так же разные примеры приводила. Якуба на Ютубе, Якуба на Ютубе. Алло. Алло, Ильдар. Да-да. Добрый день. Добрый. Меня Владимир зовут, вот я к рабочим вопросам вам звоню. Есть у вас буквально пара минут? Ну давайте. Знаете, мне просто порекомендовали с вами познакомиться. Я по-уду котла Бакси вам звоню. Вот знаю, что у вас такая вот задачка была. Как у вас с этим вопросом, на какой стадии? Ну, пока-пока, да, как бы пока актуален. Нет, у нас уже есть там просто поменять. А, понял, ясно. А сейчас у вас какой котел стоит? Ой, это не у меня этого родителя, я просто сейчас не потухой, я в другом месте. Честно говоря, не помню, но какой-то это вяз, не помню. Арестон, не арестон, не помню. Ну, арестон попроще, но хорошая марка тоже такая вот. Ну, не Бакси, конечно, но неплохой. Скажите, а какая мощность у вас, для того, чтобы я сразу расчет сделал и смог вам уже какое-то решение дать? Ну, вообще интересует этот Бакси, который 280, который Comfort 3 или как-то так он называется. Вот этот очень. А, 280 модели, хороший вариант, да. И там какая-то квадратура у вас какая мне, чтобы посмотреть, подходит, не подходит он? Там около 200, может, чуть меньше, где-то, может, до 70. Да, слушай, тогда вы правильный выбор делали, самое то. Он у нас, если не ошибаюсь, двухконтурный идет. Ну да, он с больным, чтобы с накопителем был. Да, 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 понял. Хорошо. Вы, кстати, как, готовы, если что, приобретать нам сегодня-завтра? Конечно. По ценам смотрели, по условиям? Ну, пока еще не совсем, каждую неделю-две на то, что смотрел, сейчас нет. Аппарат абонента выключен. Сейчас что-то сбросилось у нас. Вы мне напишите быстренько, цены какие, о чем договариваться, суть-то какую говорить молодому человеку. Напомните, его, кстати, как зовут? Ильдар, да? Я не ошибся? Ильдар написан, да. Продайте ему, пожалуйста, котел. Продаем Ильдар и котел. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сам. Ну вот, видимо, у него телефон сел. А, нет, смотрите, и все нормально. А, прийти в магазин. Где магазин находится? Адрес пишите, пожалуйста. Ну, в каком адресе, например, находится магазин? У нас такое реалити-шоу с одним из участников у меня в Инстаграме. Алло, алло. Да, Ильдар, сорвалось немножко. Да, и единственное, сейчас еще раз сорвется, потому что сейчас я вот тут возле лифта, лифт жду. А, ну сорвется я перенаблю, нормально, нормально. Ильдар, через три минуты он. Ага. Аппарат абонента выключен. В общем, парень в лифте едет, давайте посмотрим. Так вот, единственное, вы сейчас просите, чтобы он в магазин пришел. Сейчас такое вирусное дело по поводу магазина может, ну, скажем так, не совсем получится. Можем ли мы просто с ним договориться, отправить ему все данные, обменяться контактами, показать нам в WhatsApp, что мучает человека-то, а? И привезти ему на дом этот котел. Если мы обо всем договоримся, если он тем более скинет какую-нибудь небольшую предоплату для того, чтобы мы, сейчас это, да, для того, чтобы мы не, если что, в холостую, как говорится, не ездили. Вот это вот важно. Давайте попробуем сейчас его перенабрать. Надеюсь, он сейчас на лифте приехал. Такой приятный мужчина. И, коллеги, вот как думаете, мы продадим ему или не продадим? Сам он купит или не сам? Посмотрите, цену скажите, можете написать цену? Какая у вас? Привезу он домой без проблем. Цена у вас какая? Напишите мне цена от до, но я буду понимать до и от... Вас приветствует опять. Сейчас еще в лифте едет, чтобы мне понимать, скидку давать ему или не давать. И по поводу скидки, коллеги, напишите также еще, еще что важно. Скидку, прям хочется сказать, скидку любой дурак может дать. А вот договориться, чтобы цена была высокой, но в эту цену включить то, что для нас выгоднее, чем скидка. Например, доставка, установка, два года расширенной гарантии. Например, качественный монтаж не просто от специалиста, а от какого-то там ведущего специалиста. Ну, вот такие вот вещи. Напишите мне через запятую, что мы еще можем предложить. Что, вообще от 40 до 90 тысяч рублей? Алло, да-да, приехали, да? На этаже уже? Нет, я наоборот на улицу вышел. А, ну, на улице все, тогда нормально еще, да? Угу. Скажите, Эльдар, у нас тут, ну, есть, вот по этой модели есть разные варианты, ну, там по внутрянке немного зависит. Вы вообще по стоимости на какую сумму ориентируетесь? Сложный вопрос, интересный, ну, там разбросы я смотрел разные, сейчас не знаю какой там, по-моему, от 80 до 100 тысяч. Ну, примерно эти рамки, да-да-да, это вот хорошая модель такая вот, можно взять, надежно, знаете, чтобы просто поставил и забыл. Работа, работа. Вот у меня сейчас дома, я тоже сейчас на доме живу, у меня стоит уже несколько лет, и, ну, просто вообще не подхожу, не знаю, что там происходит. Работа, работа, вот нет. Нет, я поэтому такого уровня котлы и ставлю, и себе тоже, и клиентам рекомендую. Потому что в Баксе вы хороший бренд выбрали. Скажите, Эльдар, ну, тогда, если мы в этих рамках рассмотрим, готовы сегодня-завтра приобретать? Ну, в принципе, да. Хорошо, вот у меня есть модель, 82 тысячи рублей, двухконтурный, вот та же, которую вы сказали, и там у него, как раз, он стенный тип, там однофазная, ну, там для квартир самая той, ну, точнее, для домов самая подходит. Там закрытый тип с гаммер-сгорания, но я не буду продолжать детально. Вы как, вы лучше к нам на магазин приехать или доставку оформить? Нет, я думаю, доставку надо будет сделать. Сейчас время такое, по магазинам сильно не поездишь, да? Ну, да, лучше да. Хорошо, пишу ваш адрес тогда. Где-то можно у вас посмотреть еще разок, что, где у вас какие-то, да, и цена какая, и что? Я тогда в WhatsApp вам сейчас вот пару моделей подберу, я прямо, знаете, ссылками, картинками скину вам, ну, и плюс еще ссылку, чтобы вы могли перейти посмотреть. Ну, модель именно конкретно, вот эта вот, которая Comfort 3, которая 280, вот эта вот. Именно эту, да, Comfort 3, все, я ее отправляю, и тогда сегодня мы договоримся, если что, я, ну, там, поговорим, там, какую альтернативу сделаю, там, скидки, доставку, ну, что-то, гарантию расширить. В общем, мы поговорим, там, по вариантам, чтобы вы точно были уверены, что брать нужно. Хорошо, хорошо, договорились. Я тогда, или я, или мой коллега, тогда ближе, там, ко второго поведения перезвоним вам, хорошо? Да, да, хорошо. Спасибо, до звонка. Да, все, спасибо вам. Хорошего дня, все, доброе, до свидания. Давайте, оказывается, всего доброго, да, спасибо. Он почти дозрел в конце, но потом что-то все легко. Вы мне все-таки скиньте что-нибудь такое вот, поэтому мы сейчас отправляем ему, потом ему перезваниваем, и он, кстати говоря, может трубку не взять. Если не возьмет трубку, то тогда выждем время, перезвоним ему с другого телефона. Если возьмет трубку, то, ну, как, все хорошо. Тогда продолжаем дальше диалог, и договоримся, договоримся, коллеги, не стремитесь продать все и сразу. Стремитесь выстроить с клиентом хорошие отношения. И вот тогда он будет вам, как говорят, тогда он будет вам говорить спасибо и работать с вами с удовольствием, потому что говорить комфортно. Вы говорите на его языке, вы говорите с ним легко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok